привет итак переделка начинается сейчас я вам покажу как было до переделка у нас будет вот здесь на мансарде медзонин да по-французски называется как вы видите здесь паласик так себе старенький вот такой вот увидите фигня на постном масле такой вот где такое где там с потеками какими-то что тут разливали фиг знает ну бывший раньше жил а вот это вот у нас слилось когда были сильные дожди сколько это было наверное три недели назад все уже высохло все уже просохла как следует но вот остались таки разводы и собственно клей на который он был приклеен он тоже там в трухлец превратился внизу и пыль здесь такая была как бы поэтому я здесь все собрала пылесосом сейчас еще до собираю какие-то ошметки и собственно не хочу его снимать вон там в конце он вообще нормальный то есть я его так расправлю весь и на место его ляжет палас который я получила только что наша с вами задача еще вот как-то вот эту стену красиво оформить и так как здесь будет стоять изголовье кровати я думаю что я все-таки куплю обои фото обои какие-то с какой-то перспективы красивый понятное дело что эти обои будут вот так вот обрезаны но все равно если там какой-то горизонт или что-то такое мне кажется будет очень даже красиво так что вот авантюра начинается еще наша задача с вами что-то сюда поставить чтобы вот это вот не было в доступе то есть какие-то этажерки или что-то что-то закрыть и дальше будем сюда когда уже будет положено этот палас будем таскать матрасы какие-то подушки накидывать пуф и какие-то в общем сделаем здесь такой салон просмотра фильмов потому что я хочу в дальнейшем повесить здесь экран и проектор и плюс еще две кровати хочу поставить двухспальную и односпальную скорее всего это будет не кровать все-таки а просто матрасы вот так чтобы сюда сильно много не тащить просто на палас положить матрасы как бы и нормально а вот собственно и палас 4 метра между прочим на 7 столетия но он довольно таки тоненький обычный такой совершенно но и нормально легче будет его резать и легче будет укладывать конечно сейчас мне скажут надо было снимать весь этот палас ну во первых он не воняет во вторых он будет служить звукоизоляции в третьих у нас что мы имеем с вами мы имеем с вами больную коленку и одну женщинку который сейчас вот это раскатает здесь и потом по обрежет как нужно когда будет до сюда докатана и как бы вот видите как я его расположила основная часть паласа все-таки как бы лежит по той по которой будут ходить чтобы он не задирался чтобы не было там никаких вот таких стыков ничего и стыки они будут совсем вон там в углу где там не ходят вот туда я потом докуплю вот эту вот часть с этой стороны и вот с этой стороны полоски прикреплю их скотчем обычным потом таким строительным все то есть имея одну женщинку с больной коленкой и с больной спиной вы просто раскатываете вот этот палас закрепляете максимум что я сделаю еще здесь на порожек положу такую штуку куплю чтобы держалась и все собственно вот здесь вот здесь да вот как вот здесь вот сделан здесь совершенно просто так вырезан что здесь совершенно не нужно никаким ну максимум что можно сделать это степлером при прибить его сюда как бы все и все собственно так но мне сначала надо стену наверное все таки сделать а потом уже матрас раскатывается правильно же ну хотя где наш не пропадал у нас есть пластик поэтому если это будет поклейка то мы расстелим пластика на нем будем как бы намазывать в общем посмотрим пошла я искать в интернете обои фотообои если они придут быстро то тогда вообще нет проблем хочу я дурака валяю ведь все фотообои в принципе они же наклеены наклейку и ленту так ну то есть наклейку бумагу они просто клеится на стену практически все фотообои фотообои так и сделаны мне просто нужно промыть эту стену дать ей высохнуть и все правильно правильно поэтому пошла я смотреть но сначала я еще прикручу вот эти вот декоративные штучки которые я нашла в одном магазине дешевым за сколько-то сантимов представьте и повешу я их на карниз вот в эту комнату блин а здесь уже есть вы только посмотрите как быстро все затягивается травой на мою радость смотрите это вообще что-то удивительное все же выгорело просто и смотрите скоро у меня здесь появятся цветы надеюсь что они доживут до зимы ну распустятся до зимы такие большие колокольчики смотрите астры даже выросли удивительно у нас весна все увидите тоже цветочки выросли это ну типа как астры наверно или календула что-то такое вот такие дела курочки с весной вас жара стоит вообще не знаю сколько градусов мне кажется все 30 точно есть посмотрите на это вдруг откуда ни возьмись удивительно ой только что заметила только что заметил смотрите бабочковое дерево распустилась у нас это распускается ой пчелка даже у нас это распускается в июне вы видите это и гора гора еще растет но это что-то слушайте а вот это маленькое стадо она как только слышит мой голос сразу все бегут бегут вы что думаете я бесконечно вас буду кормить столе раз в день хары идите собирайте открываю их чтобы они везде бродили и все и мало вот какие вы прожоры безобразники я вам уже показывала где они несутся посмотрите это что-то вообще чем-то ну это я им придумала конечно все понравилось в дровах сидеть ой яйцо отдайте у какой тепленькая это уже третье сегодня в общем на случай какой-то зимы серьезный вот пожалуйста здесь тоже есть местечко где можно укрыться до курочки до моей курочки пересадила кактус потому что он просто огромный кактус стоял у меня если кто-то помнит и вдруг в один момент я смотрю а он вообще сник и упал весь короче сгнил там внутри перелила я его пришлось его вытаскивать общипывать все это срезать эту гниль всю и вот снова я его пересадила пока у нас тепло стоит на улице потом занесу в дом помните яйцо такое малюсенькое было вот я его разбила о какое кстати там какая-то точечка странная может не стоит его есть не буду наверное я его есть и тут еще одна прибежала лошадка ухты как у нас тут все миленько в нашей деревушке понимаешь люди я прямо заморочилась хочу вот эту шарет карета короче хочу и все хочу поставить саду сюда заполню какими-то горшками с цветами не знаю что там такое сделаю хочу чтобы здесь цветы прям цвели сверху и пусть курицы мои тут лазают вообще классно да народ смотрите как классно получилось вы еще не все потому что мне нужно докупить теперь вот те части я уже все тут померила и они просто подсовываются под низ и палас лежит нормально совершенно никакими не фалдами вот здесь немножечко залом потому что он был сложен так немножко но это все пройдет в общем очень даже ничего и ой партон и каю этот сменит идея сделать здесь фото обои перспектива такая типа лес и какой-то там рассвет например мне очень хочется такое сделать либо какая-то ну панорама типа туда шагнешь и упадешь вот как то так почему-то мне захотелось такое сделать сейчас померю вот эту часть порожек смирила уже в строительство да как я тут вырезала это вообще нечто было но зато все получилось отлично все легло вокруг все ничего не будет здесь задираться потому что раньше здесь лежал такой как и вот тут резали непонятно в общем везде были какие-то полоски где люди задирали ноги как бы ходили он простенький такой но зайти сюда наверх и лечь на матрас как бы совершенно нормально следующая задача моя знаешь купить вот эти штуки купить вот сюда порожек чтобы он не задирался прибить еще приделать вот здесь так чтобы вот эта штука не шаталась до укрепить как-то эту лестницу вот таки дела конечно в дальнейшем надо что-то продумать чтобы здесь вот так закрывалась потому чтобы оттуда тепло сильно не уходила и не тратилась электроэнергия в общем надо что-то думать что здесь такое можно придумать посоветуйте напишите в комментариях вот такие дела в общем покой нам только снится кстати говоря здесь так классно с этим потолком вот таким здесь кстати очень классно и здесь прям хочется уснуть я думаю я не буду здесь ставить вот этот кровать с ногами там вот что такое здесь будет лежать просто матрацы потому что гораздо приятнее спать вот на жестком вот таком чтобы матрац стоял на таком нежели на каких-то там полосках то вот вот как то так теперь мне нужно озадачиваться какими-то пуфами подушками вот что-то я если найду надеюсь что я найду 100 будет это положено кто-то предложил положить сена квадратом таким но потом замучишься все это пылесосить мне кажется то что люди будут сидеть все это будет лететь я хочу чтобы здесь было идеально чисто постельки застеленные подушечки уголочком как то так я думаю даже стол то что я хотел здесь какой-то стол для работы поставить если кому-то захочется посидеть но я думаю что я тоже его сделаю такой который подразумевает внизу какой-то матрас такой тоже для сидения знаете такие есть и квадратные такие и должна где я куплю это будет в носе сто процентов и стол такой будет низкий низкое бюро такое ну то есть все будет в одном стиле потому что если я положу матрацы на пол до рядом будет стоять стол на ножках будет как красивый тем более не хочу чтобы ножки какие-то тут портили поэтому это будет стол скорее всего на каких-то низких ножках либо 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 будет постельные такие квадратные пуфы один на другой и это будет заменять стол как-то так кстати я думаю что я наверное когда сюда постелю матрас я здесь поночую какую-то какую-то ночку вот так лежишь и над тобой вот так вот круто еще там звездочки будут ночью протерла потолок весь ну так слегка он был пыльный но освежила по крайней мере все супер самое главное чтобы здесь никакие дети ничьи не съезжали на жопе как я в детстве у нас тоже была такая но у нас была такая винтовая лестница в подмосковье на даче и вот я оттуда съезжал и короче долбанулась так что сотрясение мозга у меня было вот надеюсь здесь такого не произойдет но в любом случае вот это дело надо укреплять хоть она конечно хорошо держится но я думаю что еще каким-то образом нужно его присобачить еще больше чтобы никто никуда не улетел знаете что это такой кайф когда ты сама сделала когда ты делаешь сам своими руками то такой блин кайф это вообще у тебя откуда-то энергия сразу появляется желание творить ну что доделала я между прочим палас и даже положила там матрас как я сегодня его туда тянула это я могу теперь мне кажется покойника в ковре дотащить ну реально вот сюда тянуть довольно тяжелый матрас и так сейчас я вам покажу как получилось еще чуть чуть вот здесь доделать мне нужно прибить привинтить вернее вот эту планку и обрезать вот это вот чтобы не болтал и так смотрите тара тата все ровно чисто красиво все практически единым куском только вот он там где в принципе никто не ходит там я под это подсунула размером там по 60 где-то 60 где-то 80 сантиметров все остальное единым куском ничего нигде не будет задираться плюс просто супер и вот этот матратиц я сюда тащила представьте в общем я буду здесь просто матрацы без без всяких ножек без всего и мебель тоже будет без ножек смотрите здесь у меня уже вот такая штука соседка дала опять же вот такая вот это ей покрашенная кстати сюда можно поставить какой-то ночничок хотя здесь тоже вот наверху свет собственно ну можно ночничок какой-нибудь красивенький придумать и в общем как то так я еще думала чтобы не стирался этот палац потому что он все-таки очень тонкий вот видите где линия проходит вот она в принципе ну нормально здесь никто не ходит здесь будет голова лежать так скажем или возможно вот так будет кровать лишать посмотрим матрас так вот я хочу накидать сюда подушек и пуфов вот таких вот и какой-то 2 такой же найти муж мне удастся такой найти этот мне подарили здесь в принципе двое в обнимочку могут лечь он довольно длинный либо один человек раскинувшись как-то так я так думаю он размером наверное наверное все таки метр сорок вот но впритык может метр двадцать даже так что вот женщин ким и что только не можем все можем если нормально соображаем в общем здесь я все-таки решила сделать панорамический вид уже подобрала даже обои до хрена не стоит если те брать которые мне очень сильно понравились то они стоят подождите там у меня 380 нет их не хватит в общем мне нужно здесь где-то подобрать может быть сколько-то там рулонов панорамических обоев и какая-то часть то что они там 250 280 высотой да а здесь получается вот здесь вот метр 70 и пошло вниз то есть нужно подбирать какой-то рисунок надо посмотреть какие-то либо горы либо пейзажи либо лес либо что-то такое не очень дорогое чтобы можно было потом вот то что будет срезано пустить сюда и кстати говоря хочу пустить еще сюда чтобы было как будто бы ты паришь в воздухе понимаете вот с обоих сторон там тоже вот эту часть заклеить в общем нужно сделать так чтобы было ощущение что ты где-то там паришь может быть даже какие-то облака тут сделать но надо такое чтобы прям туда перспектива была чтобы казалось что ты туда ступнешь и пойдешь в общем думаю смотрю перелистываю всякие разные эти фотообои смотрю сцены конечно на самые крутые очень дорогие чуть ли не по 40 евро за метр квадратный представьте это очень сильно дорого а есть такие которые ширина 3 3 65 где-то до высота 2 80 опять же 3 65 это вот потому что здесь вся длина это восемь с половиной метров вот это вот вся длина 8 с половиной метров представьте то есть сюда головоломка но однако не упускаю эту идею очень хочу если бы я если у меня было побольше времени я бы честно говоря сама пейзаж тут нарисовала какие-то сзади горы какие-то спереди там овечки и что-то такое но все упирается во время вот такие дела так что поздравляйте с почином можно уже кстати выставлять койко мест вот так вот понимаешь ребеночка сдала в школу колледж и покой нам только снится заказала кстати курятник для куриц более просторные которые там внутри они будут вот так сидеть и плюс который я буду как они туда зашли раз так дверка закрылась и все потому что петух честно говоря он уже наблатыкался так орать и иногда он орет три ночи в три четыре пять шесть короче каждые полчаса потом орет после где-то пяти сорока он орет каждые полчаса это какой-то это просто ужас в общем у меня сплошные недосыпы кстати говоря из-за вот этого вот потому что каждые полчаса знаете сна на учете а когда ты вот такой рваный сон ты не высыпаешься не отдыхаешь нифига в общем новый курятник новая жизнь придет он на следующей неделе или в конце следующей недели как то так если у нас конечно не будет коллапса с движением с перевозками потому что коллапс с бензином сзади меня коллапсик из машин разрешают заливать только 20 евро а у меня полный бок ла 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 ла